Музыка Не первый год подряд мы участвуем в выставках в Киеве, в Одессе, в других городах. Мы представляем экземпляры Корана, напечатанные издательством Инвер из Турции, книги от Афсиру, то есть объяснение Корана, толкование Корана, и литература, которая связана с объяснением роли ислама в Украине и роли мусульман в Украине. Людям интересно, в частности, очень интересуются переводами Корана, украинский и русский язык, и люди интересуются также, вот у нас представлены книги, мусульмане, от Майдана до Ато, то есть роль в современной жизни, подходят уже несколько человек, вчера, сегодня подходили, брали книги у нас. Издательство НВР, часть литературы, и второе, это киевское издательство Ansar Foundation, книги по, ну, скажем, разъяснению ислама для борьбы со стереотипами, и также у нас здесь присутствует профессиональный каллиграф из Турции, который дает мастер-класс, дает попробовать написать по, скажем, каллиграфическим стилям какие-то буквы, арабские, и также может написать имя на арабском языке. Мой магазин университетской книги, который носит очень оригинальное название, он называется «Остров послезавтра». В этом магазине книги по философии, культуровогии, истории, филологии, есть художественная литература, ее немного, но мы стараемся сделать так, чтобы на наших годах были такие книги, которые у них нет. И у нас очень хороший, не большой, но очень хороший, это детская литература. Мы считаем, что книга, которая попадает в маленького читателя, это его первые эстетические впечатления. Она должна быть красивой, это должен быть хороший художник, и это должен быть очень хорошей темой. Потому что маленький ребенок, он понимает больше, чем кажется маленьким. Я бы, например, порекомендовала очень книги Григория Фомеранца. Это философ современный и просто мудрый человек, который пишет и об истории, и о философии, и все это привязано к нашей современной жизни. И когда мы сталкиваемся с какими-то очень важными вопросами, сущностными, то нам важно иметь хорошего собеседника. Мы живем в такое время, когда люди мало общаются друг с другом. И мне кажется, что книга и автор книги – это наилучшие собеседники. Может быть, его уже 400 лет, может быть, этого автора нет на белом свете, а мы можем с ним поговорить, и он нас очень многому может научить. Померанцы. 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 Иллюстраторы. Чтобы вы себе пригадали, про что это произошло. А тут, по-кремому, у нас в иллюстрации Анатолия Базилевича до Еммейди Потверечки. Видавництво «Веселка» в наступном году святкуватиме 85-ю ручницей Дня Створення. Как раз 9 березня воно было утворено на день народжения Тараса Шевченка. И так символично сталося, что видавництво «Веселка» опікуется украинской дитиной и украинской человекой. На «Зелену хвилю» мы привезли как свои классические книжки, переведенные нещодавно. Те книжки, на которых мы сами выросли, наши родители, даже бабушки, дедушки. И так же мы привезли новые книжки. Например, классика современной украинской литературы Анатолия Качана. Его книжка «За нашим садом граем море» вошла до программы литературного читания для третьих-четвертих класов загальноосвитных школ. Сегодня у нас была презентация этой книжки, автограф-сессия. Очень интересная личность Анатолий Качан. Он очень много рассказал про свою поэзию, маринистичную поэзию. Как раз украинской мовы, про украинское «Чорное море» почти никто не пишет. Сегодня никто не пишет, только Анатолий Качан. Также мы привезли из новых книжек. Я могу вам показать, ага, для прихильников Східної тематики, Східної літератури. Мацуо Басьо, поэзии. Это 980 хоку, білінгва, японской и украинской мовы. Розкішная вступная статья перекладача. Эта книжка была нагороджена званием «Найкращая книжка классической литературы Львівского форума видавцов минулого року». У нас есть картины из иллюстраций веселчанских книжок, або Валентина Мельниченко, художница, або Валентин Легкобит, або там я еще забыл название. Все классики и иллюстрации. Одесситы могут не только пригадать, подавиться, погортать книжки своего детства в новой полиграфической качестве, а также ознайомиться с новыми книжками и даже придбать репродукции картин. Продолжение следует...